Всем привет! Сегодня будет видео о теплых-теплых вещах, так как зима приближается, снег, свитерочки всякие нужны, шапочки. Я немножко, правда, приболела, голос мой оставляет желать лучшего, но я надеюсь, на качество это никак не привлияет. Так что давайте начнем. Первое, с чего мы начнем, это будет вот такой замечательный свитерочек болотного, либо, не знаю, как это назвать правильно, цвет, такой хаки болотный, вязанный, теплый-теплый свитер от фирмы Massimo Dutti. Я его просто обожаю, его можно, оно, знаете, такое настолько приятное, что его можно одевать даже на голое тело, хотя, знаете, я всегда считала, что такие вещи, они очень колючие, несмотря даже шерсть, не шерсть, все что угодно, очень колючие и неприятные к телу. Именно это можно одевать на голое тело, вот у него достаточно большой вырез и смотрится очень даже симпатично, сексуально, так по-женски. Вот, так что вот такой свитерочек, это отправляет в мою зимнюю коллекцию и он так подойдет, можно его заправить под юбку кожаную, например. Можно дверь элементарно с джинсами, с брюками, ну, я не знаю, он, в принципе, такой универсальный свитерок и, главное, теплый. Следующим у меня будут джинсы, а также от марки Масима Дути, у меня еще что-то будет, кстати, от этой марки. В общем, в том году я тоже покупала такого же плана, они, вот видите, такие вот бордовые, ну, даже это не бордовые, это винный такой цвет, красное вино. В том году были более глубокие, холодные, вы могли замечать, я очень часто не ходила, в этот раз они поменяли концепцию, у них теперь другой цвет. Вот, они, видите, такие блестящие, потертые, засаленные, кажется. Мне вот бордовые, я еще черные, если хочу купить, не было размера. Очень классные, они такие стрейчевые, и их тоже можно надевать подо все, и они необычные, но в то же время джинсы, да, можно на каждый день таскать. Очень их люблю, и носится хорошо, и несмотря на то, что они такие глянцевые, когда их стираешь, глянец не сильно пропадает, но пропадает. В этом месте я ходила на день рождения и выкладывала фотографии, меня люди очень-очень часто по фотографии спрашивали, что же это за платье, в чем я была одета. Вот такое обычное, красивое, клетчатое платье, чуть ниже колена, с поясочком. Фотографию обязательно прикреплю. Ну, в общем, признаюсь, это элементарное платье я зашла, купила в торговый центр, я гуляла, искала-искала какое-нибудь платье, и зашла в дизайнерский какой-то уголок, где дизайнеры только выставляют, и увидела его. Я все чаще-чаще, на самом деле, прихожу к тому, что нужно ходить не в стоковые магазины, типа Zara, там, где вот эти одинаковые платья все покупают, а брать у дизайеров. Это достаточно интересно, и можно найти прикольные модельки. Вот, так что это платье от Олеси Осипенко. Я потом зашла на Иросичке, посмотрела реально, откуда оно, что оно. Как мне сказали девчонки, которые лазили по их сайту, что это самое лучшее платье из ее коллекции, и что на мне оно смотрится лучше, чем на модели. Ну, это мне комплимент. Вообще, в целом, больше я к ней не заходила, видела просто так мельком, но именно это платье оказалось очень классным. Именно, знаете, клетка, она всегда популярна, она всегда будет актуальна, и плюс этого платья в том, что оно, конечно, очень классно село, и мне оно очень нравится. Оно сделано из хлопка, такое все приятное к телу, тепленькое, сзади у него пуговички застегиваются. Ну, в общем-то, его носить можно и даже на работу, и на какие-то мероприятия, то есть оно тоже достаточно универсальное. Следующая вещь, это также моя любовь, сделана на заказ. Я летом уже заказывала вещи, юбки всякие шила, и в этот раз мы уже перешли на такие вот кофточки. Это типа цветшота, но без картинок. Конечно, ткань у нас не хлопок, там не, не знаю, не супер какой-то, как сказать, натуральная. Это обычная синтетика, но она, смотрите, глянцевая, она блестит. Очень классная кофта, мы сделали ее пополам разных цветов. Слушайте, ну, это такая вещь, которую ты не встретишь у каждого второго, да, она сделанная специально. Сам выбираешь, что тебе и как, тут резиночка, либо просто, либо ручки. В общем, эта кофта мне очень нравится, ее тоже можно таскать вот подо все, что угодно, но мне хочется ее сочетать каком-нибудь юбкой-карандашом, либо с джинсами, вот я ходила, брючками, там, шортиками. Ну, что мне о нем говорить? Классный свитер же, да, ткань такая необычная. Я из этой ткани еще обязательно хочу себе платье шить. Теплый-теплый свитер, тоже от фирмы Massimo Dutti. Вот такой вот черный, немножечко в белых таких вот, я не знаю, снежинках, или как это сказать, таких вот белых вкраплениях, с воротником, он очень теплый. Я люблю такие свитера, ну, как бы на людях, не на себе. Если честно, это мой первый свитер, потому что у меня все время хочется снять все с шеи, но когда я одела этот, распустила волосы, накрасишь губы яркой помадой, оденешь какие-нибудь прикольные брючки на каблуке, это выглядит очень стильно, очень прикольно. Так что какое-нибудь ожерелье сюда можно повесить, весюлечко, либо что-то под шею, и несмотря на то, что он такой простой, его можно и нужно подчеркнуть, и, конечно же, он очень теплый, и гуляя с ребенком, такой свитер, например, даже просто под куртку будет маст хэ. Несмотря на то, что сейчас зима, очки нам нужны всегда, особенно те, кто водит машину, знают, как солнце иногда надоедает и светит, так что очки это маст хэ. Очки Сальвадора Феррагаммы, сейчас я прям при вас их померю, они такие необычные, большие, массивные. Вот, вот так они смотрятся, как вам? Необычные такие, вот здесь такие вот сделанные штучки, мне очень нравятся оправы, как будто это брови, и даже под шубу, если надевать зимой, мне кажется, очень такие, они универсальные цветы, в то же время они интересные. Очки я купила на купи-вип, вы знаете, у них там вечно какие-то скидки, проходят акции, по телевизору уже их показывают, и, короче, я туда тоже зашла, купила эти очки, так как все-таки для многих сейчас не сезон, и там куча-куча моделей, и безумное количество скидок, так что очки лучше куплю зимой, чтобы летом у меня уже точно были. Ну и зимой попользуюсь, конечно же. Аксессуар это вот такая вот повязочка, вязаная, бордового цвета, что-то у меня прям прет на этот цвет в этом году. Я тоже ее делала на заказ, мне ее девушка связала. Мы, кстати, в коробочке такие же положили для мамы и для ребенка, очень прикольные, они в этом году очень популярные, типа в тренде, чтобы быть, вот, и теплые, не знаю, вот, в общем-то, конечно, не с этой весюлечкой, но повязка, она закрывает абсолютно все, она почти как шапка, мне очень нравится, обязательно сюда хочу еще брошку какую-то купить, что-нибудь такое яркое, вот, и, например, с моим ярким желтым пальто смотрится очень круто, вот, так что такая вот повязочка. А с покупками на сегодня все, оставлю все ссылочки, названия какие-то внизу под видео, обязательно заходите в инфобокс, и спасибо за просмотр, пока-пока, я пошла лечиться, и вы не болейте!